МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА История 16-летней девочки по имени Мари, оказавшейся ненужной собственному отцу и отправленной в детский дом, впервые столь ярко и убедительно поставила в советском кино проблему семейного неблагополучия. И пьянство, которое разрушает все вокруг себя. Череда предательств, и Мари делает шаг в бездну. На вопрос воспитателя, обращенный к молодежи ее поколения, чего вы хотите, девочка отвечает, я хочу, чтобы меня не было. Но светлая сторона жизни в картине побеждает. Нужно только подняться над обстоятельствами и посмотреть на них с высоты. История 16-летней девочки по имени Мари, надо ценить и стараться из себя что-то сделать. Не важно, что это обязательно должно быть, что-то такое эксклюзивное, особенное. Нет. Стать на ноги, быть нормальным человеком, найти свой путь и жить. Потому что это подарок жизни. Что-то в стране безнадежно упущено, если дети перестают быть нужными собственным папам и мамам. Даже в начале перестройки эти выводы казались киношному начальству крамольными. Сценарий было велено переписать. Цензор, наш эстонский цензор, сделал для Госкино то, что нужно, а мы делали то, что хотим. К счастью, вырезать из киноленты пришлось всего несколько эпизодов. А вскоре в Госкино сменилось начальство, и режиссера поздравляли с ярким фильмом перестройки. Казалось бы, настали другие времена, но на смену идеологическим догмам пришел диктат продюсера. Его в полной мере ощутил режиссер на съемках картины «Кружевник» в 2000-х годах. Диктат продюсерский настолько сильный, что мне постоянно приходилось стоять и бороться за свободу творчества. Несмотря на то, что меня, человека международного класса, который имеет 30 международных премий за свои фильмы, пригласили снимать кино, но четырех цензоров поставили, и продюсер мне вдалбливал, что можно, что нельзя. Нелегко. Но кино – это уже такое дело, что если ты сам слабак, то ничего никогда не получишься. Подростки, впервые посмотревшие фильм «Игры для детей школьного возраста», дружно признали, что она не устарела. Только мало кто задумывается над тем, в какой почве берут начало корни детской жестокости. Но даже в наше время просто дать по лицу другому парню – это было все-таки не каждодневное дело. И драки были не такие жестокие, как сейчас. А сейчас как бы среди молодежи считается нормально бить ногой в лицо. Сильное влияние на творчество Арва Иха оказал Андрей Тарковский. С великим кинорежиссером Арва познакомился на Мосфильме, будучи студентом в ГИКа, а потом сблизился с ним во время практики на съемках фильма «Сталкер». Историю создания картины отражает фотовыставка «Зона Сталкера», которую Арва Иха привез в Рязань. Начинающий оператор наблюдал весь процесс изнутри. Дело снимки разрешалось только штатному фотографу Мосфильма Геннадию Мурашко. Однако Арва Иха на свой страх и риск сделал несколько десятков кадров и показал их Андрею Тарковскому. Снимки мастеру понравились, и он разрешил студенту продолжить фотосъемки, но только в отсутствие Мосфильмовского фотографа. Получился большой фоторассказ о создании картины «Сталкер». Фильм рождался в муках, сценарий переписывался 11 раз, а в середине съемок всю группу постигла неудача. Половина отснятого материала оказалась бракованной. Это еще более осложнило и без того натянутые взаимоотношения Тарковского с оператором Георгием Рербергом. Он со страхом смотрит как будто черную глубину. Вот я могу спокойно утверждать, что у него одного другого фотографа такого кадра нет, где Тарковский в полной памяти. Посмотрите ближе его глаза, он в диком ужасе. А поскольку тут они между собой рассудились, то я этот кадр называю «Лис Рерберг». Он бельнул хвостом и ушел. Даже какая-то ехидная улыбка тут у него на лице. Места съемок «Сталкера» в окрестностях Таллина до сих пор являются местом паломничества туристов и исследователей творчества Тарковского. И нередко гидам приходится выступать автору выставки. «Образовалась некая своеобразная, можно даже сказать, религия этой зоны. Некоторые люди верят, что, не знаю, как это получилось, но верят, что вот это место, где снималась картина «Сталкер», оно имеет какой-то особой силой, что ли. И потом я покажу изображение, где одна молодая девушка, потерявшая свою сестру-двойняшку, она умерла, попросила меня отвезти ее туда. И она там, на том же месте, где лежал «Сталкер» Кайдановский, она тоже легла, молилась. И, в общем, я видел, как после этого, когда она там в одиночестве молилась, очень изменившееся ее лицо было». Всем молодым гостям выставки и зрителям Арва Иха посоветовал не гнаться в своей жизни за деньгами, а пытаться воплотить свои фантазии и мечты в любых направлениях деятельности, к которым они чувствуют интерес. По словам режиссера, это лучшее средство для поддержания жизненного тонуса и оптимизма. Пизанцы от души поблагодарили режиссера за встречу, состоявшуюся благодаря культурно-просветительскому проекту «Океан Солярис. Острова памяти». Дмитрий Соколов, РВТВ